Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Я хотел представить вам свой опыт, наш опыт самостоятельного издания настольной игры. Ну и, соответственно, как заявлено тогда была тема презентации, самостоятельное издание игры, сложности и пути их преодоления. Сложности будет на этом пути очень много. Сразу скажу, что я рассматриваю издание игры как проект, наверное, это более-менее очевидно. Тем не менее, об этом стоит отдельно упомянуть. Это проектная деятельность. А проектная деятельность, она подожревает несколько важных вещей. Ну, во-первых, стоит пару слов сказать про так называемый образ желаемого будущего. То есть, у нас есть мечта, а есть реальность. Из несоответствия мечты и реальности рождается образ желаемого будущего. Мы хотим летать на звездолетах, но, к сожалению, у нас есть то, что есть. Ну и при этом, так сказать, разница вот этой и дает нам, соответственно, то, к чему можно стремиться. Ну, проект начинается с мечты, любой проект. Соответственно, важна целостная картина, попытаться сразу увидеть. Ну и, как говорится, да, мысли глобальны, действия локальны. То есть, не стоит сразу мыслить конкретно, да, узко. Надо пытаться мыслить широко, но при этом делать что-то конкретное, да. То есть, делать все равно надо. Это неизбежно. Ну, далее пару слов скажу про проект, да. Ну, вообще, что такое проект? Работы, планы, мероприятия, какие-то другие задачи направлены на реализацию цели, да. То есть, или на производство какого-то продукта, какого-то нового смысла, да, то есть, который является целью проекта. Ну, и тут такой, такая система координат, да, можно так сказать. В самом начале около нуля стоит фантазия – это то, что не сбылось и невозможно. Далее идет мечта – это то, что не сбылось, но возможно. Потом следует цель – она не сбылась, возможно и четко определена. И на самом верху это проект – то, что не сбылось, то, что возможно, четко определено и понятно, как достичь. Это в координатах готовности к действию и, с другой стороны, образа желаем будущего, точности этого образа. Ну, если говорить про настольную игру как проект уже, мы начинаем, да, с идеи. Дальше мы строим какую-то модель. После этого мы можем эту модель воплотить в материале, получить прототип. Далее идут тестирования какие-то, да, то есть мы с этим прототипом играем, по друзьям знакомым, закрытые тесты, открытые тесты. Ну, это уже, так сказать, тут множество вариаций, каждый видит чуть-чуть по-своему, но я говорю сейчас такой общий смысл. Ну, и в конце, возможно, прототип протестированный приобретет еще и дизайн, обрастет рисунками, и тогда это уже прототип с художественным оформлением. Это готовая игра, как новая сущность, именно как новая сущность, да. То есть для себя, для души, готова для printed play. Ну и, возможно, да, с этим можно уже идти в издательство, когда эти все стадии пройдут. Но проект, проектная деятельность, тут есть такая хитрость. Главное понять, когда вовремя остановиться, да, потому что если, скажем так, большой азарт, мы можем захотеть большего, но при этом нам не хватит сил, стремления, упорства, чего-то еще, команды, да, для того, чтобы это больше реализовать. Поэтому, если мы понимаем, что на большее нас не хватит, лучше остановиться вот сейчас, да. Если мы хотим большего, после этого у нас есть готовая игра. Мы продолжаем. Дальше идет сам издат уже вот этот, да, то есть это некий, скажем так, комплекс, да, процессов различных. Ну, подробнее об этом поговорим попозже. Идет поиск средств, и дальше уже выходим на конкретный договор, с типографией. То есть мы уже здесь выступаем как издательство. И это уже не игра, как новая сущность, да, а это уже тираж новой игры. И здесь уже не только для себя, для души, а здесь уже, так сказать, какие-то ценности можно с помощью этой игры так или иначе позиционировать, да. На мой взгляд, да и не только на мой взгляд, на самом деле через 10-15 лет игровые технологии, это будет одно из основных направлений именно подачи новых ценностей. Сейчас очень большая конкуренция за ценности идет вообще. Вот. То есть и компании крупные, государственные, частные, еще кто-то, да. То есть все, скажем так, те, у кого есть ресурсы, они будут пытаться вот эти вот с помощью игровых технологий свои ценности продвинуть. Какие это будут ценности, это уже другой вопрос. Остановиться здесь? Можно остановиться здесь, да. С другой стороны, мы можем пойти дальше и уже по полной, так сказать. У нас есть тираж игры, мы ее позиционируем, отлаживаем бизнес-процессы. Опять же, это огромный пласт. Это на отдельную презентацию на целый день. Ну и в конце концов, да, мы, возможно, получаем какой-то доход, а возможно, и не получаем. Это уже игра как товар. И это уже, чтобы заработать. Просто оставлю это здесь, эту картинку на пару секунд. Соответственно, часто люди вначале думают, да, что проект здорово, значит, сейчас мы тут все сделаем, сейчас мы тут соберем на бумстартер, сейчас, ну, многие, да, основная масса. А реальность, она радикально отличается от того, что, так сказать, человек себе думал, да, изначально. Ну и те, у кого хватает, много чего хватает, да, вот это все преодолеть, они так или иначе достигают какого-то законченного успеха более-менее. Ну, начинали мы от идеи, ну и сейчас можно немножко развернуть. На мой взгляд, как идет создание новой игры, в принципе, да? Можно идти от механики. То есть у нас изначально есть А плюс Б равно С. Да, то есть это просто некая система параметров, каких-то взаимосвязей между этими параметрами. А после этого мы уже под них смысловую оболочку придумываем. Либо можно, наоборот, идти от содержания. Мы сначала придумывали, у нас игра будет про космос. Или у нас игра будет про завивание новых земель. Или у нас игра будет последневековья. И тогда мы уже продумываем какие-то конкретные, скажем так, мы сначала рассказываем историю. А потом мы эту историю, под эту историю, какие-то параметры, связи этих параметров подбираем. Мы их формализуем в виде правил и, соответственно, гармонизируем с этой историей, чтобы это как целое именно смотрелось. А можно идти от концепции, да? То есть, ну, это некий такой третий вариант. Для чего мы издаем игру? Кому она должна быть полезна? Кому она точно не будет полезна? Какие ценности она продвигает? И так далее, да? То есть, такие вопросы именно. Зачем мы вообще все это делаем? Ну, вот, мы попытались в третий вариант, да, вот такой вот. Да, я забыл, что я представляю игру экологик, самое главное. Мы попытались пойти от третьего варианта. Но при этом, естественно, сохранить в фокусе первых два. Немного скажу про модель. Ну, дальше будет подробнее. Как я вижу модель, ну, понятно, что модель в науке это одно. Вообще, модель такое слово очень распространенное, его часто все слышат, особенно сейчас такой век цифровых технологий. Ну, и, соответственно, размылось это понятие, да? Поэтому я такой привел, которое мне знакомо. Ну, грубо говоря, для, с точки зрения создания настольных игр, на мой взгляд, модель это содержание плюс механика, да? То есть, это вот, когда мы идем от содержания, от механики, это срослось, это как целое, и тогда уже мы можем говорить, что вот у нас есть модель игры. Какие здесь могут быть сложности? В начальном этапе разработки у всех куча идей. просто фонтан, фонтан идей. При этом люди вот в таком азарте идеи, нам надо мозговой штурм постоянный, они забывают, что идея, трудозатраты на которую, условно, единица, да, они, она за собой влечет для ее реализации, да, и доведения до ума в десять раз больше трудозатрат. Соответственно, вот можно столкнуться с такой ситуацией, что скорость генерирования идей, она превышает всемыслимые и немыслимые возможности по их проверке и доведению до ума. Ну, лучше, наверное, реализовать одну хорошую идею, чем десять гениальных нереализованных. Поэтому здесь надо рано или поздно остановиться тоже, выбрать какие-то лучшие, перестать генерировать идеи бесконечно, и начать отрабатывать, оптимизировать, уточнять то, что есть. Далее такой вопрос тоже нас мучил, когда мы создавали игру. На каком этапе переходить от механики к содержательной части? Или наоборот, да, если вы начинаете с содержательной части, да? Тут, соответственно, тоже не все просто. Возможно, было бы правильным какое-то время посвятить механике небольшое, если вы от нее начинаете. Дальше перейти в содержательную часть, осмыслить через какие-то, скажем так, основные термины эту содержательную часть, снова перейти в механику и так далее, да? То есть это постоянные переходы туда-сюда. Но опять же, да, это мы так делали, и нам так было комфортно работать. Кто-то, может быть, считает, что для него было бы комфортнее сконцентрироваться сначала на одном, потом на другом. По крайней мере, при такой модели она гибче, в том смысле, что она позволяет быстро привязывать изменения одной части к другой, да? То есть изменилась одна часть, мы быстренько переходим и корректируем другую часть, да, приводим в соответствие. Вот, соответственно, этапы вот эти, да, переходы, они повторяются. Я там списал это. Ну, один из методов, с помощью которого мы разрабатывали механику, да, на качественном уровне, на уровне взаимосвязи, да, на уровне причинно-следственных связей, это называемая системная динамика. Ну, я кратко так популярно расскажу, да, что это такое. Ну, соответственно, средства, блокнот-ручка, это тривиальное, да, там, табличные редакторы типа Excel. Ну, есть специальные программы, которые позволяют им с системно-динамическими моделями работать. Ну, они, да, тоже есть, свободно распространяемые, и они довольно простые в освоении, ничего там сложного нет. Про системно-динамический подход немного скажу. Ну, вот, это представляют такие диаграммы. В них, соответственно, есть условные обозначения, да, мы представляем модель в виде переменных, в виде взаимосвязей элементов. Ну, и, соответственно, у нас есть связи положительные, отрицательные. Опять же, да, положительная связь, она при росте одного параметра, она ведет к росту другого, отрицательная, ну, соответственно, при понижении ведет к понижению и так далее. Ну, еще вот, если у нас две связи двойная, циклическая, то можно выделить два типа петель. Усиливающая петля, да, так называемая, поддерживающая. А, балансирующая, поддерживающая, да, усиливающая, это когда у нас увеличение параметра А приводит к увеличению параметра Б, и этот параметр Б опять же приводит к увеличению, то есть это разгон. Или, наоборот, балансирующая, да, то есть это, наоборот, коррекция. Ну, простейший пример, да, вот в системной динамики принято выделять такие, так называемые, архетипы, архетипы структуры, да. То есть это некие мотивы структурные вот этих связей, которые могут сами описывать какую-то простую ситуацию, какую-то простую систему, либо быть компонентом более сложной какой-то системы. Ну, это полезно, на мой взгляд, мыслить такими архетипами, да, то есть это как такие элементарные функциональные блоки, их можно дальше в какую-то большую модель объединять. Ну, вот, соответственно, простейший, да, рост населения, смертность, рождаемость. Вот у нас есть две связи. Ну, можно продемонстрировать более сложные, да. Еще эти архетипы, их можно назвать такими, ну, так сказать, такими фразами, да, которые делают их сразу понятными. Я тут привел несколько, которые, ну, и краткий комментарий, которые, на мой взгляд, ну, и по моему опыту в довольно большом количестве настольных игр встречаются. Опять же, да, где-то они встречаются. Нельзя сказать, что это вот что-то такое, что можно вот однозначно идентифицировать в настольной игре, нет. Можно что-то похожее видеть, да. Опять же, есть вариации, да, то есть это все очень так вот... Это просто такие, ну, как сказать, утрированные, да, идеальные типы. Ну и, соответственно, ну вот, да, для различных игр таких вот стратегических, да, то есть интересно видеть, как такие вот... Ну, в некоторых играх это прямо на поверхности, да, в некоторых играх это более хитро спрятано. Некоторые игры, они как-то их модифицируют. Вот. Ну и, соответственно, ни одна игра, она не сводится целиком к архетипу, да. У нас обычно игра представляет собой набор этих архетипов в различных комбинациях, да. Вот недавно у нас был диалог в социальной сети с коллегами, да, что считать сходством, да. Ну, то есть игра, она скопирована или не скопирована с точки зрения механики. Ну, я, конечно, не могу сказать, да, что вот он, критерий, да, мы взяли архетипы еще, это еще не все, да, то есть их можно все набрать, библиотеку архетипов и сравнивать, да, там, где какие. Ну, это такой подход, но он, скорее всего, не сработает, потому что, во-первых, трудно их вычленить, не всегда просто. Во-вторых, соответственно, да, их трудно увидеть эти архетипы. Ну, и с другой стороны, часто они модифицированы и нет понимания, что называть архетипом, а что нет, да, то есть есть определенные трудности. Ну, вот это, это уже прям почти уже настольная игра, если так вот с механикой брать. Ну, еще тут парочку чего-то добавить, немного рандома и так далее, да, ну, это я так утрирую, конечно. То есть это исключительно для иллюстрации, я сейчас не хочу глубоко это вообще, тем более сейчас уже почти 6 часов, все устали. Ну, мы просто свою игру, я к чему все это веду, мы свою игру также через вот эти методы на системной динамики так вот раскидали, да, на качественном уровне. Вот, то есть есть элементы, есть, у нас есть территории, есть заводы, которые принесут доход, соответственно, с положительной связью, да, рост дохода, рост больше завода, больше дохода. Доход, что позволяет? Доход можно, эти деньги можно вкладывать опять же в дальнейшую покупку заводов, да, они еще принесут доход и так далее. Вот этот плюс. И этот плюс обратно, да, он в две стрелочки между вот этими желтыми монетками и вот этими территориями заводами, да, то есть это рост одного, рост другого, рост второго, опять рост первого, да, это такая вот раскрутка такая. Вот, соответственно, есть экологические очки, соответственно, у нас, чем больше заводов, тем наруют их меньше, а при этом сами экологические очки, они, чем их, если их становится меньше, они приводят к тому, что заводов, да, скажем так, способность строить дальше заводы тоже снижается. Вот, ну, я не буду сейчас все комментировать, просто это для того, чтобы иллюстрировать метод, да, не для того, чтобы какие-то там обсуждать уже детали, это, может быть, позже сделать. Итак, мы смоделировали игру, у нас есть содержание, у нас есть механика, это гармонично сочетается, это, мы увидели это как единое целое, да, это как-то формализовано. Дальше можно приступать к производству прототипа, да, к изготовлению даже, к производству другого, не подходящее слово. Ну, прототип, воплощенный в материале модель, который в первую очередь служит для того, чтобы провести какие-то тесты, да, то есть, ну, говоря научным языком, верифицировать и калибровать модель, да, то есть верифицировать причинно-следственные связи, а калибровать это уже просто количественно, да, с точки зрения цифр, подобрать нужные цифры, грубо говоря. Какие здесь могут быть сложности? Ну, во-первых, какое-то изменение модели, да, а идея все равно будет приходить, все равно придется, да, иногда будут приходить настолько хорошие идеи, что вы поймете, что действительно оно здесь должно жить, вот эта идея должна жить в игре. Придется менять прототип, то есть, что-то выкидывать, делать какие-то новые элементы, да, это неизбежно. Соответственно, это вместе с эволюцией самой идеи игры у нас эволюционирует прототип. Ну, может показаться, да, тем, кто только начинает этим заниматься, что прототип это такая лишняя возня, да, зачем нам все это там в карточках вырезать, мы сейчас тут уже все просчитали, все замечательно работает и будет работать. Вот, и мы там, на самом деле это не так, да, то есть, я предостерег бы от таких вот выводов, прототип надо обязательно делать. Во-первых, никакая машина, никакой блокнот и никакой там, никакая программа не скажет нам, насколько удобно, просто физически, а мы говорим про настольную игру. Если бы это была компьютерная игра, то вопросов нет. Про настольную игру мы говорим, поэтому, насколько удобно физически, просто эргономика обычная, да, мы берем элементы, может они там слишком толстые, может они, наоборот, ломаются, может еще что-то. То есть, вот такие мелочи, они вылезают только на стадии прототипа. Мы не сможем дать себе ответ на вопрос, насколько игра удобна для рук, да, для человека, да, то есть, для глаз. У нас основа есть только на каких-то данных, моделях, да, там компьютерных или там на своих записях в блокнотике. Надо все это вырезать, писать, если есть дизайн рисунка, соответственно, как-то оформлять, и тогда уже можно в какой-то порции, да, давать это на общественный тест, ну, или самому, то есть, при своем участии. Ну, кратко проиллюстрирую, с чего все начиналось. Начиналось все с такого старого советского картона, который мы где-то там в ящике нашли. Это был этап мозгового стурма постоянного, да, то есть, все время куча новых идей, все время все переделывали. То есть, не просто механик, цель игры даже менялась. То есть, мы начинали с одного, а потом стали придумывать совершенно другую игру, да, то есть, ну, это творческий процесс, тут ничего не поделаешь. Вот, соответственно, да, это просто картон, где ручкой написано, там, значение, там, столько-то, там, прибавляет того-то, убавляет того-то, влияет на то-то, да. Вторая версия, это уже концепция поля, да, никого. То есть, есть поле из таких шестигранников, этих, так называемых гексов, где уже, соответственно, есть определенные ресурсы, есть заводы, да, которые строятся. То есть, это уже такой более классический, более для настольных игр, набор элементов. Но главное, не поле, а главное, на наш взгляд, то, что мы сформулировали четкий критерий победы, да, цель игры и четкий критерий победы, количестве. Как его оценивать? Вот, соответственно, это было вот на стадии второй версии. Ну, далее уже какие-то наметки на дизайн появляются, какие-то идеи о значках, да, то есть, там, каких-то на этих гексах, на этих элементах, да, что они должны обозначать, что, где они должны располагаться, какого-нибудь размера. Да, ну, естественно, это все на уровне принтер-плей, то есть, никакого здесь такого дизайна финального, даже намека на финальный дизайн нету. Но эта игра уже была, скажем так, всем тем, что можно найти в конечной версии. То есть, по сути, это минусовка, да, конечная версия минус дизайн, как в музыке, да, минусовка, это композиция минус вокал, если можно так сравнить. Вот, ну, на этой стадии тоже было много придумано, опять же, был придуман источник случайности в игре, то есть, там, случайные события, да, были придуманы, продуманы содержания карточек, ну, и, то есть, да, здесь уже механика была готова на 90%, и мы работали, в основном, уже над содержанием. Четвертая версия, тут все, так сказать, развивается уже просто на уточнение, и так далее. Ну, нашли картон, опять же, какой-то старый, но уже более хорошего качества, лучше сохранишься. Опять же, да, важная вещь, в процессе игры мы так увлеклись этой механикой, да, что нам, у нас игра, ну, нам здорово, да, мы увлечены, мы не замечали, что она разрослась до чего-то вообще невообразимого. То есть, когда мы пытались играть с кем-то другим, говорят, ребята, вы это придумали для математиков что-то вообще, ужас какой-то, да, то есть, это неудобоваримо будет. Вот, ну, мы вдвоем будете играть с удовольствием, да, ну, там еще пару человек каких-то увлеченных, да, возможно, но это не для массового потребителя, да, то есть, это заинтересует. Соответственно, да, то есть, получилась такая хардкорная очень модель, ну, то есть, такая тяжелая вообще. Пришлось упрощать без потери основной идеи, да, без потери содержания, это трудно. То есть, когда вот так вот, в порыве, да, в этом творческом сделали что-то такое, потом приходится упрощать. Вот важно не потерять основную идею, которая, на ваш взгляд, является, ну, основной такой, то, что делает игру оригинальной, в процессе этого упрощения нельзя это терять. Тестирование. Скажу пару слов. Ну, для чего вообще нужно тестирование? Ну, во-первых, оценка игрового баланса, оценка эргономики, как я уже говорил, да, никакая машина вам это не скажет, насколько удобны ваши элементы, насколько понятны правила, причем дух вариантов, да, когда вы их объясняете вербально, когда они в виде текста распечатаны, да, с картинками, возможно, со схемами, как человек воспринимает неподготовленный, да, как человек воспринимает это с листа. Далее, ну, общая оценка интереса к игре, здесь несколько факторов, скажем так, здесь и азарт, да, динамичность игры, насколько она не занудная, да, то есть, время, да, пока один игрок ждет, да, а другие играют, то есть, пока его очередь настанет, там, что-то делать, какие-то действия совершать, тоже важно. Вот, ну, если прототип уже с оформлением, тогда можно пытаться оценивать, да, просить кого-то, кто квалифицированный, возможно, из друзей найдется кто-то такой, да, кто имел опыт в дизайне или работает в соответствующей, да, по каким-то проектам. Это очень ценно, да, то есть, если показать человеку игру, ты просто посмотри, ну, это игра, да, не надо сейчас в нее играть, просто посмотри, насколько тебе это нравится, чтобы ты поправил. Вот, соответственно, все, обратную связь, бережно собираем, анализируем. Какие сложности могут быть здесь? Ну, во-первых, никому нет дела до ваших картонов, да, то есть, ну, у нас было такое, то есть, хотите, мы хотим, мы хотим, мы, кажется, вам интересно было бы сыграть нашу игру, вот она такая-то, значит, системная, значит, и все, ну, то есть, каждый про свою игру что-то хорошее скажет. Ну, незнакомые люди часто, ну, слушайте, у меня сейчас нет времени, у меня много важных дел, да, ну, вот, такое бывает. Далее, критика неконструктивная часто бывает, да, Василий отмечал, что нужно быть вежливым, да, ну, причем искренне, да, то есть, не надо натянутую улыбочку, надо пытаться просто конструктивно отвечать даже на неконструктивную критику. То есть, вы игру, значит, содрали оттуда-то, оттуда-то, у вас там механика содрана отсюда, а дизайн отсюда. Ну, хорошо, а вы могли бы показать, в чем именно, ну, что именно в механике вы считаете скопированным? Ответа нет. Люди видят в сообществе, да, что человек не ответил, при этом он просто безознавательно обвинил, и в итоге для тех, кто все это видит, все эти комментарии, ну, как бы вы выиграли, да, то есть, при этом вы даже особо никаких таких, да, резких движений не делали. Вот, то есть, просто попросить человеку уточнить что-то, да. Ну, так или иначе, это всегда бывает. К этому в любом случае надо относиться спокойно. Как оценивать, да, как собирать обратную связь, тоже вопрос. Что именно собирать? Какими методами? Ну, как мы это делали? У нас было несколько раундов тестов. Первый раунд, это, скажем так, закрытый, да, ну, в кавычках, естественно. Мы не то, чтобы там запирались за дверьми, да, никого не пускали. Пожалуйста, кто хочет. Но сначала мы пошли по друзьям знакомым, потому что эта аудитория, да, она, скажем так, двоякое отношение. С одной стороны, никто не скажет тебе, что мне это неинтересно или это все фигня. Поиграют, действительно что-то скажут, да, то есть, дадут какую-то обратную связь. Очень полезно иногда. Но есть такая маленькая засада. Друзья всегда желают тебе лучшего, да. Поэтому какие-то недостатки они могут не сказать, да, ну, просто и скромность или не знаю, что-то. Вот перед игрой надо просто сказать, говорите все, что бы вы сказали там незнакомому человеку. Просто как есть. Ну, то есть, дайте им это вот понять, да, что важно собирать именно все. Даже негатив, даже если его много, да. То есть, не негатив, а какие-то недостатки, да. Все, что они видят. Вот, ну, и, соответственно, сколько-то, несколько десятков игр было таких тестовых с друзьями, знакомыми. Дальше можно уже было идти на открытые тесты. Как раз у нас подоспел дизайн игры, художественное оформление. Мы его сделали. Ну, пока что, да, это был тот же принт-н-плей. Но мы просто распечатали на самоклейках этот дизайн и наклеили на картон. Да, то есть, с одной стороны, игра не издана еще тиражом. С другой стороны, она выглядит уже как настоящая, да, то есть, потому что дизайн наклеен, все очень хорошо смотрится. Вот, соответственно, у людей сразу другое к этому отношение знакомо, да. Когда они видят какие-то просто картонки, это одно, да, то есть, ну, в чем не картонки. А когда они видят, что это что-то уже такое красивое, прям, ну, что-то интересное и новое, да, то есть, они сразу, да, давайте, интересно, попробуем. Вот, то есть, это один способ заинтересовать открытую аудиторию, да, тестеров, не специфических, да, ну, как Василий говорил, что тоже идти в основном к тем, кто не связан с настольными играми. Да, мы прочувствовали на себе, да, что настольщики очень такой придирчивый народ, вот, но это нормально, потому что действительно им есть чем сравнивать. Более того, наверняка, у них, у каждого в глубине души хотя бы были идеи о своих играх, я уверен. Но нет такого настольщика, у которого не было бы идеи о своей игре тоже, какой-то, хотя бы там просто где-то приснилось. Вот. Поэтому, конечно, в каждом настольщике дремлет амбиции создателей игр, на мой взгляд. Ну, и обратная связь, да, мы делали это в виде анкеты, то есть, мы распечатали небольшое, несколько листочков, и там были вопросы. Ну, такие ключевые, да, то есть, не было таких вопросов, там, насколько там, значит, параметр такой-то, на ваш взгляд, хорошо. Ну, то есть, для неспецифической аудитории это бесполезно, они не поймут, или сделать вид, что поняли, поставить наугад галочку где-то там. Вопросы были общие, простые, да, интересна ли игра? Да, нет, не знаю, там, ну, то есть, или оцените в баллах. Степень интересности игры от 1 до 5, от 1 до 10, пожалуйста. Человеку нетрудно это сделать. Вот, удобно ли играть? Что бы вы поправили? Что бы вы поправили в элементах, что бы вы поправили в дизайне? Отдельно, да, несколько таких. Устраивает ли вас цветовая схема выбранная, удачна ли она? Соответственно, такие вопросы. Ну, и, соответственно, все это фиксировалось, несколько сотен таких анкеток было набрано, и после этого уже проанализировано, да, внесли коррекцию сразу, пока это еще не вышло в театр. Это важно. Ну, рисунки, дизайн, да, главный вопрос, который всех волнует. Где найти художника и дизайнера, чтобы за это сильно не платить? Ну, это, опять же, да, большинство издателей, они именно так мыслят, да, потому что большинство издателей не имеют в банке миллиона и не имеют крупных, там, каких-то таких вот связей. Да, можно пытаться найти его где-то по друзьям, знакомым, но здесь вот сложность какая? Не бывает быстро, недорого и качественно одновременно. Что-то будет, два из этих может быть, да, но не все три. Что угодно, да, если два реализовано, то третье будет обязательно. Да, то есть, надо быть к этому готовым. Вот, даже если вы договаривались на конкретные сроки, что, значит, они сделают к какому-то времени, либо они, либо сроки растянутся, либо будут сделаны с недостаточным качеством. Вот, соответственно, ну, ну и самое маловероятное, что они просто все сделают хорошо, скажут, а давайте деньги теперь. Ну, скорее всего, просто будут растянуты сроки. Ну, по моему опыту, это самое такое вот... Потому что люди занимаются в этом, так сказать, в свободное от работы время, у них есть, как правило, основная работа или учеба, если это студенты. Ну, и они не могут уделять этому целый день. Они уделяют этому максимум несколько часов в день. И то, это в лучшем случае. И даже при нескольких часах в день это очень быстро идет работа. Как мы делали? Да, мы, соответственно, кинули клич по друзьям, отозвалось около 10 человек. Ну, соответственно, дальше уже кто-то сразу потерял интерес, с кем-то продолжили. Ну, и так вот сложилась команда. То есть к нам вдвоем присоединился еще художник и дизайнер. После этого мы уже поняли, что... Художник и дизайнер два разных человека. Да, да, два разных человека. Художник и дизайнер. И после этого стало понятно, что, в принципе, есть худ бедной какая-то маленькая команда. Да, четыре человека, мы два разработчика игры. И есть художник, есть дизайнер. И они готовы, в принципе, на идейных основаниях сделать свою работу. Да, то есть, да, это будет не быстро, да, это будет, значит, много с нашей стороны внимания потребуют и так далее. Да, но они это сделали. Непрофессионально, конечно, но сделали. То есть они непрофессиональные? Они, да, ну, то есть они подрабатывают где-то, рисуют, да, то есть какие-то постоянно... Это подработки, да, то есть непрофессиональные дизайнеры художники. Но качество, мы остались довольны, учитывая, что мы ни копейки никому не платили. Вот, и не только мы довольны остались именно качественным изображением, да, то есть, ну, качественным оформлением. Потом это вы их все равно сделали, да? Или они просто вот сделали подружески? Они нам сделали, да, за идеей. По-дружески, да, соответственно, это все на добровольных началах. Вот, далее, ну, естественно, при такой схеме, да, нужно четко писать техническое задание. Художнику, дизайнеру отдельно, да. То есть, здорово, ребята, вы нам за идею сделаете же, у нас классный проект. Да, сделаем. Ну, делайте. Ну, то есть, так не пойдет. Нужно писать конкретно, что рисовать, как рисовать, где рисовать, сколько отступ, какая цветовая схема, какой шрифт использовать. Перепроверять все это. Опять же, да, художник такой человек, который очень мыслит очень так, образами, да. То есть, ты ему скажешь, нарисуй здесь завод. Или нарисуй здесь, значит, там, кто-то, да. Нарисуй здесь гору, нарисуй здесь минерал или что-то еще. Ну, то есть, какие-то элементы. Он нарисует гору, минерал, да. Но это будет совсем не то, что ты ожидаешь. Поэтому надо, ну, как мы делали. Опять же, есть какое-то ключевое слово, да. Если это абстрактный какой-то ресурс, допустим, нужно там нарисовать минерал, да. Или нефть, там, нарисовать изображение. Берется поисковик, там, Google, Яндекс, картинки. По ключевым словам нефть, картинки. При этом пиктограмма, да, выбирается. И он уже видит, что примерно рисовать. То есть, это способ свести вот эти два расплывающихся образа, да, которые у вас в голове, что вы ожидаете, что он нарисует. К чему-то более-менее конкретным. Ну, по крайней мере, в нашем случае это давал неплохой результат, да. То есть, это работает. В итоге, мы имеем готовую игру. У нас есть механика, у нас есть сдержание. Все это взаимоувязано. У нас есть оформление. У нас есть интересное наполнение этой игры, именно идейное. Ну, и дальше стоит вопрос, да. А надо ли нам вообще, собственно, все это издавать самим. Да, потому что можно же пойти в издательство. Можно так и оставить это все, ну, как... А, уже сделано все, да, то есть игра. Даже с оформлением можно просто несколько копий сделать самостоятельно. Нужно с ними вырезать все из картона и, соответственно, играть с друзьями, знакомыми, там, и так далее. Вот, но мы решили идти по самому трудному пути, который дает максимум свободы. Вот, почему мы это делали? Мы оценили свои мотивации, да, то есть, какие мотивы есть. Да, мы хотим сделать... Изначально мы просто хотели сделать игру какую-то, чтобы она что-то там образовательное, просветительское несла. Хорошо. Можно было бы границей print and play. С другой стороны, хотелось, чтобы это было масса, да, чтобы ее играли. Ну, хорошо. Тут максимум, на что можно рассчитывать, это вот просто тираж и то, ну, за свои деньги, потому что... Ну, либо что-то придумывать еще. Но мы поняли, что эта игра, она имеет потенциал, коммерческий именно потенциал. Вот, соответственно, было решено выходить на краудфандинг, соответственно, искать спонсоров и дальше уже выводить это на какой-то уровень коммерческий. Ну, альтернативы сам изда, то понятно, да, то есть, это, ну, такой средний вариант этого издательства, да, то есть, они оценят эту игру. Как было очень хорошо замечено, что издать игру это не менее сложно, а то и более сложно, да, чем ее придумать в механике, то есть, и так далее. Вот, поэтому это, на мой взгляд, разумный компромисс, да, между, скажем так, свободой и трудностями, да, которые... То есть, трудности вы уже все преодолели, вы просто даете игру. Опять же, никто не мешает издательствам какие-то гибкие условия обсуждать, да, то есть, если мы дальше продолжаем эту игру распространять, позиционировать, как-то проводить мероприятия, то есть, они, соответственно, могут на это посмотреть, подумать, да, и там уже не будет такого, как типового договора, как у всех, да, то есть, там, такой-то, такой-то ройалти авторской, да, и все. То есть, тут можно договариваться и нужно договариваться, но мы пошли по другому пути, мы пошли по пути самоздатного. Ну, примеры, да, несколько примеров позиционирования игры. Игра разработана выпускниками Санкт-Петербургского университета, значит, и так далее. Настольная игра, которая скрывает идеи баланса, там, факторов, значит, дает целостную картину в условиях сырьевой экономики и так далее. Вот, соответственно, если расчет на самоздат, то сразу надо думать о позиционировании, потому что кто еще будет об этом думать, да, если вы решили сами, значит, вы сами теперь за все и отвечаете. Соответственно, стали сразу продумывать какие-то тексты такие, которые раскрывают хорошо игру, показывают ее преимущество, оригинальность какую-то, да, ну, и стали это потихоньку, ну, не то, чтобы рассылать, да, но потихоньку стали делать это достояние общественности. Ну, в первую очередь в социальных сетях, потому что никакого сайта, никаких денег на сайт не было. Начали с социальных сетей. В каком-то момент у нас в ВКонтакте группа была, ну, сейчас есть, она набрала несколько сотен человек, которые идею поддерживали, ну, в основном это были друзья знакомые, конечно, но при этом еще и какой-то процент незнакомых людей тоже. И мы решили, что можно, в принципе, уже вот с этим выходить на краудфандинг. Вот, и решили выйти на бомб стартер. Это было в 2013 году, три года назад. Вот, соответственно, уже прошло целых три года. Вот, ну, и в 2013 году мы завершили успешно компанию, собрав более 130 тысяч за два месяца. Кроме того, ну, вот многие думают, да, особенно те, кто первый раз по краудфандинге что-то узнают, они думают, что вот деньги, нам деньги заплатят, да, здорово. Как было правильно сказано, деньги здесь не вам платят, да, а вы еще имеете обязанность перед теми, кто вам пожертвовал спонсорские деньги, соответственно, доставить игру или какие-то еще сувениры, да, связанные с этой игрой. Ну, не только это, да, важно еще то, что краудфандинг, он хорош тем, что это неформальная заявка на авторство игры. То есть, многие начинающие, особенно авторы, они боятся, ой, а если я игру покажу всем, а у меня, а вдруг меня украдут идею, она такая гениальная, моя игра, значит, что украдут и вообще и продадут за миллиарду. Вот, соответственно, ну, мне кажется, что это крайне маловероятно, да, то есть, игру, которую никто не знает. Никто не будет трогать, да, даже если это случится, при этом, если вы вышли на краудфандинг, то это, можно сказать, неформально вы застолбили за собой право, потому что это широкое, я бы скажу, освещение, да, вашего проекта, игры, вот, соответственно, все это сохранится, переписка, все это будет, да, если потом будут какие-то прецеденты, то вы можете предоставить, да, что вы уже тогда, еще там, в таком-то далеком году, это все представили там. Особенно, если ваш проект выиграет, огласка будет еще шире. Ну, соответственно, это такой вот неформальный, да, способ защитить, да, ну, в кавычках, конечно, да, то есть, юридической силы никакой не имеет, но как аргумент может использоваться. Ну, немножко, да, похвастаюсь, вот, собственно, финальная наша страница. Опять же, да, вот, про краудфандинг я тоже мог бы многое рассказать, у меня даже презентация готова, ну, сейчас я так по верхам, да, в целом по сложностям, и как мы их решали. Краудфандинг, да, это, как Василий сказал, это тяжелый хлеб, это там ночью тебе пишут, а последние несколько ночей, да, ты вообще не спишь, сидишь на энергетиках, там, все это отслеживаешь, то есть, это последние несколько ночей это было что-то вообще очень необычное. Вот, ну, и, соответственно, полтора года работы и удачный краудфандинг, да, удачный сбор, и игра была готова, мы выпустили ее небольшим тиражом, 500 экземпляров. Ну, соответственно, сейчас этот тираж уже разошелся, ну, учитывая, да, что мы около 100 с чем-то игр отдали спонсорам, да, разослали просто, остальные уже реализованы, соответственно, деньги с первого тиража мы вложили во второй. Какой был первый тираж? По объему? Количество. 500, 500 игр. Соответственно, второй тираж уже тысяча игр. Вот, мы вложили во второй тираж, естественно, добавили своих денег, потому что пошли там эти кризисные всякие вещи, да, пошли, пошел рост цен, ну, и просто потому что тысяча игр стоит дороже, чем 500, несмотря на то, что... Себестоимость, да, да, себестоимость, конечно, ниже, но общая сумма все равно больше. То есть, конечно, мы не окупили полностью, да, то есть, вложили. Сейчас идет реализация, да, второго тиража, сейчас около 300 игр, 300 коробок продано. Вот, ну, где-то, я думаю, что к Новому году мы в ноль выйдем. Вот типография все для вас сделала или только часть работы? Типография сделала все. Все, то есть вы забираете в типографии уже... Да, готовую коробку. Да, да, плюс вакуумная упаковка, ну, соответственно, мы так и договорились. То есть, естественно, это подвлекло какие-то дополнительные, да, статьи бюджет. И какая себестоимость? Себестоимость 300... с копейками, 350, по-моему, 360. Вы продаете? Да. Продаете почем? Продаем, соответственно, за тысячу, ну, по-разному, да, сейчас мы сделали сайт. Ну, и мы считаем, что можно немного повысить цену. Вот, соответственно, да, игра уже, может, 1200 стоит. Вот, и, соответственно, да, потихоньку начинает брать, да, то есть через сайт в том числе. Как вы делаете на сайте через интернет или через интернет-группы тоже? Основная площадка рабочая у нас, да, это ВКонтакте, да, ВКонтакте, это соцсети, Facebook. Ну, вот недавно сделали этот сайт, он еще почти, про него почти никто не знает еще, да, то есть совсем, там, буквально неделю назад. Ссылка есть там? Да, конечно, да, конечно, все, все, это все есть, да. Может, что-то интересное сайт? Насчет сетей, да, ну, опять же, соответственно, у нас наша игра, это код котом входит, соответственно, все выходы на знаем-играем есть и знаем-играем здесь, да, тоже у нас ввело небольшую партию пробную, да, то есть на, так сказать, на пробную реализацию, да, как она пойдет. То есть они взяли у вас попробую реализовывать? Да, да. А на какой вы рассчитаны? А, игра рассчитана на 14+, если самостоятельно освоить по правилам, да, то есть если, допустим, ребенок 14+, да, то он самостоятельно, мы считаем, что он может при должном терпении спокойно освоить все, да, то есть правила почитав. На мастер-классах, когда мы сами ведем игры, у нас был опыт, у нас 12-летние дети спокойно в это играют, да. Был даже один 10-летний парень, он, значит, быстро все понял, научил свою маму, потому что она ничего не понимала, и стал потом учить всех остальных, которые приходили, да, но просто незаурядный парень, да, он действительно незаурядный был. Вот, ну, 12 лет, да, это если объяснять, я не зря сделал акцент, да, на текстовое правило, да, то есть надо смотреть, как текст понимает, как объяснение понимает. То есть это сильно снижает порог входа, не только по возрасту, но и, в принципе, для всех, да, и для любых возрастов, то есть скорость, да, порога входа. Ну, сертификация нет проблем, да, то есть вы позиционируете старше 14 лет, да, да. Вам достаточно отказываться? Да, у нас, да, соответственно, старше 14 лет, не надо, ну, мы написали, да, все равно, что у нас содержит мелкие детали, и так далее, да. Вот, здесь не надо, да. Да, для игр, которые меньше 14, да, там все это, соответственно, там строже, там нужно проходить эти все тесты. 45, 45, 45 тысяч рублей, да, 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 ну вот, ну, мы не потому, что, да, хотели сэкономить, у вас просто игра такая, довольно сложная. Вы сейчас, значит, выпустите второй тираж, да. И сколько времени у вас ушло на реализацию первого? На реализацию первого ушло? Вы профессионал спрашиваете? Да, 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 нет, нет, мы для этого собрались, чтобы все это делиться. Ну, у нас на реализацию первого тиража 13-й год, значит, в сентябре он вышел, и, соответственно, где-то год, наверное, да, чуть больше года ушло. И, опять же, это, это совсем немного, да, то есть это около 400, ну, 300, да, почти 400 игр, а спрашиваю, что остальное было как спонсором раздвину, да, как... Как, Крис? Вы что-то на Боумстартеры отправили, да, по этим? Комиссию, да, конечно. Нет, кто спонсировал. Да, так вот я и говорю сейчас про них. Из этих 500, 100 с копейками, я не помню уже сколько, ушло просто как подарок спонсорам, да, которые нас поддерживают. Ну, мы на Боумстартере. Да, да, да. А, соответственно, осталось 300, там, по-моему, 80-370, и вот они как раз разошлись за полтора года. Вот, ну, как говорится, как можем. Вот для начала. Да, 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 для начала. Сейчас уже второй тираж, там, соответственно, дополнения различные, ну, не дополнения, а исправления, полезные, как бы, скажем так, усовершенствования, да, не дополнения, в содержательном смысле, усовершенствования, чтобы было проще просто вот играть, да, удобнее. Ну, и при этом все равно мы считаем, что эта игра, она у нее большой потенциал в плане оптимизации, именно еще, то есть еще есть над чем работать, скажем так, да, и это не только наше мнение. У меня есть еще какие-то мысли, которые, ну, о том, чтобы улучшить ее, да, то есть, да, я просто по себе знаю, что всегда хочется что-то сделать. Ну, совершенство, да, всегда хочется, да, добиться. Здесь довольно много, да, чего можно еще доводить до совершенства, но, с другой стороны, мне кажется, именно как игра, как настольная игра, она полностью готова. Ну, да, можно относиться там как-то по-разному, да, что вот что-то там не нравится, что-то нравится, но как новая игра, да, оригинальная, она есть, да, то есть, это, ну, мы так считаем, но и не только мы, да, то есть, это признанно. Мне кажется, в этом преимущество авторских игр, в том, что они находятся все время в развитии. Да, да, безусловно. Которые делаются издательствами на заказ, например, там автор сделал и забыл. Да, потому что у нее следующая игра сразу. Да, а здесь, хочешь или не хочешь, я всегда с каждым новым тиражом что-то привносится, игра, в общем, она растет. Именно. Это, конечно, большое количество. Абсолютно согласен. Вот ребята, да, говорили, что решитесь, либо вы дальше делаете игры и отдаете на распространение, да, это с крупным сетям, либо вы вкладываете в одну игру, в эту, с головой, позиционируете, ее же и продаете, и все, и раскрутка, и продажа, и логистика, и все вместе. Вот, но это очень трудно, потому что это один товар. Да, нам много говорили, что ребята, вы с одной игрой ничего, ну, то есть это невозможно, да, это очень трудно вам будет, вы там будете выходить, вот этот ваш ноль, не знаю, там, долго очень выходить будете. Но, так или иначе, мы решили именно по этому пути пойти, да, именно сосредоточиться на одной игре. Это не значит, что у нас нет новых идей. Нет, конечно. У нас этих идей хватит, я не знаю. В этой связи я как раз и говорю, что, конечно же, вот, для таких, как мы с вами, которые все делают своими руками, выпускают и не, как бы, сотрудничают с издательством, хотя, ну, может, сохранить, я не осуждаю этих людей, которые сотрудничают с издательством. Это просто их выбор. Это выбор каждого, и издательство очень нужное, они действительно делают огромную работу. Подчас обычному человеку, который еще занимается какой-то профессиональной деятельностью, не пассивным, человеку, который еще что-то делает в жизни, но все эти связанные с маркетингом, с логистикой, с, надо так сказать, все, что связано с промоушеном, это, наверное, вообще достаточно сложно. Ну да, это неподъемно. Поэтому, как здесь, каждый выбирает свою руку, тот идет вот таким же путем, как мы с вами, то есть отпускаем сами, и сами как-то над собой ставим задачи. Вот в этой связи, конечно, здорово было бы, если действительно появится такая организация, которая бы как-то соединила... Бэнс, уменьшила количество посредников. Да, потому что переговоры с автоликами, они приводят к тому, что... Они говорят, что 35% как минимум, но 35% к цене, плюс розница еще подчас там и 60, и 70% может быть. И в итоге получается, что цена итоговой продажи, она на 100%, а то и на 100 с лишним процентом лучше, чем... Да, да, мы с этим тоже сталкивались. Ну, естественно, ценовая конкуренция, она существенная. И когда очень хочется торговать, им хочется, чтобы цена была приемлемой для покупателя. Ну, конечно, конечно. Хочется еще и заработать. Мы от нескольких таких предложений отказались, потому что в итоге игра стоила чуть ли не в три раза дороже. Ее бы никто просто не купил. В том-то все и дело, что люди хотят купить, а иногда видят цену. Вот, а цена на самом деле там на 100% накручена, а не тем, кто ее производит. Вот, ну, этот вопрос сложный. Я согласен, да, что он актуален. Вот, но вопрос сложный, потому что здесь... Ну, по крайней мере, вот я уже вижу трех таких производителей. Это вы, я и Павел Геяев. Я не знаю. Да, с Пашей мы знакомы давно. Если еще кто-то... Он приходил к нам на игры, мы потом его тестировали, траперов помогали. Да, то есть мы с ним давно знакомы. Если еще кто-то, не знаю, мы, по-моему, вот мы как-то в этом смысле остаемся только особняком от всех остальных, потому что, конечно, когда люди работают с издательством, ну, там все просто сделал, отдал и там, участвовал процент. Мы вообще не заморачивались. Ну, просто кто-то делает один выбор, кто-то другой. Да, конечно. Это не повод какие-то разделительные линии, да? Да, это может сохранить. Не то, что не повод, а вообще это, мне кажется, правильно. Человек занимается своим делом, делает игры. Он говорит, не заниматься всей этой торгарской деятельностью. Интересно или невозможно просто, ну, потому что не тянешься. Ну, вот мы решили, что нам, да, нам, естественно, гораздо интереснее придумать механики. Мы бы этим и занимались. Вот, механики, какие-то модели, вот, но приходится. Но все равно на своей позиции остаетесь, да? Да, да. То есть вы не хотите отдать. Мы не сдаемся, да. На мыков 6 все равно. Да, конечно, конечно. То есть мы, зато мы постепенно подходим к нулю, да. Ну, то есть я понимаю, что это звучит смешно, да, что за 3 года проект 0 выходит. Вот, но тем не менее, да, то есть с одной стороны, да, это мы претендуем на что-то коммерческое, да. С другой стороны, если это все там ничего не принесет, мы сильно не расстроимся. То есть мы это делали просто, ну, как хобби, да, это от души делали, энтузиасты. Ну, вам жалко это отдать как свое детище. Да, да, то есть отдать вот так вот за какой-то там процент небольшой. Ну, как сказал Алексей, да, который вместе со мной эту игру разрабатывал, он сказал, что, ну, представь, ты отдашь ребенка, а тебе отдадут от него ногу обратно, да, то есть, ну, как бы. Вот, соответственно, свое детище, да, очень жалко. Ну, кто-то, кто-то просто, да, больше рожает, отдает, а кто-то воспитывает там и так далее. Да, то есть, ну, тут у всех по-разному. Тема эта интересна, что тот, кто попробовал с издательством поработать, он свой опыт говорит, потому что у меня такого опыта нет, а мы свой опыт. И на этом и строится, как бы, такое комплексное видение всей этой сферы, да, то есть, мы можем, мы не работая с издательством, понимаем, да, что они, в принципе, могут захотеть, да, то есть, какие они могут условия выделить и так далее. Издательство мы предлагали, мы им предлагали еще, когда не было дизайна и эту игру, да, просто ради интереса узнать, что они, какие условия они имели. Да, там, ну, я уже не помню, какие-то, ну, какие-то крупные были издательства, да, наши. Там было от 5 до 12, в зависимости от того, насколько игра, насколько игра готова. Ну, с точки зрения, да, как целостная, оконченная, насколько она сложная, насколько она, значит, какая тематика и так далее. Ну, то есть, там было много условий, да, от 5 до 12, вот, больше ты ни за что не получишь, да, ну, соответственно, да, и не спорю, что если бы мы эту игру тогда отдали, там, два года назад издательство, возможно, она бы сейчас была бы на совершенно другом уровне. Вполне. Ну, да, да, вопрос, вопрос контроля, вопрос контроля, да. То есть, вы же понимаете, что вы никак там этот процесс не контролируете, и сколько они отправляют на Дальний Восток, сколько они отправляют в Казахстанский край, сколько они отправляют в Москву, в Санкт-Петербург, мы никогда не знаем. Но вам скажут, вы знаете, мы продали только 500 штук, но, извините, вот ваши деньги там для европы, да, и до свидания. Ну, есть, есть такой, да. К сожалению, вот этот вопрос порядочности, честности, он в нашей стране очень актуальный. Этот вопрос, да, у нас тоже. Потом на каком-то этапе может случиться так, если действительно игра страны совершенно коммерчески привлекательной, то выяснится, что они нашли тысячу способов, чтобы объяснить вам, что вы уже были в этом отношении. Ну, здесь у нас свои аргументы будут, да. Ну, это вам придется долго с ними бодаться. Согласен, пока мы бодаемся, они уже продадут еще. Не факт, что вы будете этим заниматься, во-первых. Во-вторых, не факт, что вы победитель. Конечно, конечно. Потому что силами этого было неравным. Конечно, даже, ну, то есть, да. То есть квалифицирование юриста объяснит, что... Да, он... Вы не так поняли запятую, которая там стоит. Да-да-да. С этими договорными вещами пару раз обжигались. Но, так сказать, нам везло, да, не сильно, да, в плане последствий. Но, так сказать, это, ну, вовремя, да, как это, чутье... Ну, не чутье договор, а договорный режим включает такой. То есть, когда ты берешь в руки договор, все, у тебя договорный режим, ты включаешь специфический режим отслеживания всех закорючек. Вот, да, соответственно, это уже немного научились, да. Естественно, все запятые меня следим, как юрист опытный, да, но, там, скажем, 90% уже каких-то, да... По сравнению с человеком, который не имеет опыта работы с договорами... К сожалению, у нас, да, у нас-то проблемы, что у нас, конечно... Доверие вот к таким вот вещам, конечно, может быть. Если игра будет не популярной, то есть смысла вообще нет. А если она станет популярной, то как-то есть очень большая опасность. Да-да, есть. Более того, ведь мы же даже интересовались этим вопросом отдельно. Можно ли как-то защититься в плане, там, патентования, да. Ну, соответственно, проконсультировались у двух человек даже у разных. Опять же, да, они нас проконсультировали на добровольных началах, два специалиста. Ну, один из коммерческой фирмы, один из университета. И, соответственно, они сказали, что нет такого объекта патентования, как правило Игоря. Ну, в принципе, нету. Вот. Можно запатентовать художественную форму. Можно запатентовать, да, дизайн. Можно запатентовать логотип. Можно запатентовать не надо... можно запатентовать методику, это как методическое пособие вот здесь как раз уже интереснее потому что методическое пособие, как эту игру применять, то есть какие она там качества развивает, то есть как тренингу еще как-то еще, вполне можно запатентовать, вот с компьютерными играми проблем нет, там с патентованием, программный код запатентовал все, да, но с настольными проблем, потому что нет такого патентования как правило игры, поэтому здесь все очень нерегулированно и все довольно так и так и этим, ну да, пользуются тоже в том числе. Ну на самом деле в нашей стране это все компенсируется тем, что, скажем, рынок настольных игров не столько еще пока мало развит, что пока там опасаются за то, что там кто-то сами красит чужие идеи, ну, я такой, ну, идеи, в смысле, изголок. Ну понятно, да, потому что мировые хиты, да, их там просто изменяют одну букву и пожалуйста, вот тебе. А когда вы подадите миллионный экземпляр, то желающий скопировать вашу игру, конечно, будет огромное количество, но к тому моменту и сила у вас уже будет, будем надеяться, спасибо. А сейчас пока беспокоиться на эту тему, особо не нужно, потому что кто-нибудь, потому что много игр выпускается, к сожалению, пока еще наши потребители, они не настолько приучены к такому способу организации своего времени, как настольная игра. Угу, да. Это еще то, что вот то, что еще вот, вот здесь совместными усилиями нам предстоит еще делать, вот, расширять. То есть, например, вот в Германии семьи… Ну, Германия – это законодатель мод вообще. Да, это настольная игра, это обычное традиционное время преднавождения семьи, вот, это норма, а для нас это вещь… Ну, с другой стороны, вот я хочу отметить тренды, да, у нас игра, она, в общем-то, образовательный потенциал имеет большой довольно, на наш взгляд. И вот в образовании сейчас интересные вещи намечаются. Мне кажется, что в ближайшие пять, десять, там, пятнадцать, может, лет, да, в образовании будет большой, ну, просто рывок игровых технологий. Это, ну, за образованием пойдет уже дальше, да, то есть постепенно мы подходим к обществу игры, в принципе. Потому что игра, она, она вообще на протяжении человеческой истории занимала очень много, да, большую роль. Вы на моей беседе присутствовали? А? На моей беседе присутствовали? А, к сожалению, нет. Как раз я об этом… А, про историю, да? Да. Я говорил о том, о недооцененности игровых технологий. Да, да вот так вот, они еще ждут. Их оценят. Их еще оценят, их так оценят, что мало не покажется никому. Бизнесы будут упаковываться, как игра. Новые продукты, услуги, там, товары, да, идеи будут создаваться в виде игры. То есть я сижу, играю в космическую стрелялку и этим самым, да, то есть я просто играю там мышкой, там, или чем-то другими какими-то уже, вот, интерфейсами. И этим самым я анализирую рынок конкурента, например, да, просто игра так построена, что она, ну, на игровую метафору переложены реальные какие-то модели, да. Просто человек, он может даже не догадываться, что он реальную проблему решает, просто играя в игру. Уже есть такие компьютерные игрушки, вот, тот же самый Folded, по-моему, да, и Eterna, два проекта. Это уже что-то снарное с психологией? Не-не-не, нет. Наверное, с каким-то подсознанием? Не-не-не, это вполне все рациональные вещи. Дело в том, что это головоломки компьютерные, ну, просто головоломки решать. Но идея в том, что в этих головоломках заложены закономерности упаковки биомолекул. То есть, если Eterna, то это, соответственно, РНК, а Folded – это белок, да. То есть, они имеют сложные какие-то конформационные такие вот пространственные упаковки. И вот расчет этих упаковок, вариантов всех, там гигантское количество комбинаций. Даже супермашины, еще суперкомпьютеры, они это будут считать годами. Они сделали проще, они сделали игру, заложили туда эти экономерности и сказали, вот, ребята, решайте головоломки. Просто сообщество. Люди за несколько месяцев предложили кучу решений. Все. То есть, они подключили… Ресурс, творческий ресурс и игровой запрос, да, азарт человеческий, сообщество. Они таким образом подключили потенциал человеческого разума… Да, да, к научной проблеме, переформулировав его в виде игры. И такие проекта будет даже больше. Сейчас есть проект в Штатах интересный. То есть, таким образом они используют человеческий мозг, как инструмент просчета? Это распределенная система. Причем, да, тут процессор не просто какой-то… Ну, это не машина, он может творчески мыслить каждый. Нероятно, да. Вот. Что-то нового этого не слышали? Нет, нет. Это уже развивается и это будет дальше. В Штатах недавно игра… Ну, компания, да, целая компания такие игры делала. Там они сделали игру, где, значит, менеджеры рисков. Они проходят виртуальное собеседование с клиентом и после этого они оценивают, насколько, значит, можно доверяясь там, да, заключать договор, не заключать. То есть, это виртуальный какой-то персонаж на компьютере. Все очень здорово сделано. Голос там, все индивидуально. Психология там тоже немножко, да, то есть, включена там все психологи. То есть, есть игротехник, психолог, специалист по этим рисковым вещам, еще там кто-то дизайнеры, они все это делают. Каждый дает свои рекомендации, как делать. А потом, да, это может тренировать… То есть, это, по сути, как эти самые тренажеры для летчиков. Вот. То есть, и так дальше это будет развиваться. То есть, в ближайшие, там, 10 лет, я думаю, что мы это увидим. Опять же, будут длинные игры. Человек взрослеет, игра взрослеет с ним. Было там, значит, 14 лет, была одна игра. А потом ты вырос, но игра с тобой тоже растет, да. То есть, просто ее… Опять же, сейчас тенденция на трансмедийность игр. Трансмедийность, да. То есть, есть игра настольная, есть такая же компьютерная. А еще там, значит, в соцсетях всякие вот эти. То есть… Да, то есть, она и в одной среде есть, и в реальной, и в виртуальной есть среде. Плюс на это еще навешиваются всякие брендовые вещи, типа, логотипы игры на вирусах. На зажигалках, на чем угодно, это если она популярная. Ну, почему нет? Ну, а для маленьких детей, вот, за то, что я сильно не говорю об этом. То есть, не секрет, что в состоянии игровой подружения, в котором оказывается ребенок. Да. Ну, я говорил о том, что… в ходе и отмечаю, что оно проходит у человека в область от 12 до 14 лет. То есть, ну, в состоянии, когда человек, когда ребенок, он воспринимает игровые события абсолютно как реальные. Да. И он имеет возможность получить знания и приобрести опыт во время игры. То есть, приобрести знания на уровне обветенного опыта. Да. Он… Как виртуальный опыт получается. То есть, он получает опыт. То есть, он получает не просто зазубленные знания, которые там влетели и вылетели, а он это получает на уровне пережитого опыта. Да, именно. В игре снижается утомляемость. То есть, если, например, он вот так сидит 40 минут, не знает, куда себя деть, и уже он весь выходит с муклой головой. Играть он уже часами и при этом не устает. Мотивация совершенная. Конечно. Идем на урок, не хочу, пошли играть, нет вопросов. На практике сами все время замечают. Да, да, да. То есть, то есть, речь о том, что, конечно, вот эти все моменты, их не замечать в педагогике, ну, просто, по моему взгляд, это… Совершенно другой уровень эффективности того, что называется образовательный процесс. Да. Другой уровень эффективности совершенно. Согласен. Но, к сожалению, конечно, современная педагогика настолько зарегулирована, заорганизована и зажата, и шаг влево, шаг вправо, что это очень… Понятно, понятно. И, кстати, постепенно движение идет в направлении, потому что… Я думаю, что может быть… Идите, что вас придет. Я думаю, что то, о чем вы говорите, может быть, это действительно начнется в более продвинутых странах. И, как обычно… Оно уже началось там. И как обычно придет к нам. Оно уже там началось. К нам оно… Оно уже начнет… Начнет приходить, я думаю, в ближайшие годы. Вот, соответственно, да, оно начнется, оно уже началось. А насчет педагогики, да, то есть вот эта вот система, да, костная, да, согласен. Но сейчас, мне кажется, есть тенденции некоторые, которые позволяют надеяться, да, что это может чуть-чуть ускориться, да. Потому что сейчас у нас же приняты в ГОСы третьего поколения, так называемые, эти федеральные государственные образовательные стандарты. Соответственно, там прописано для высшего образования этих ГОСы, там написано, что минимум 25% времени образовательного должно проводиться в виде активных и интерактивных методов. Вот. Минимум. Вот. Раньше этого не было. Раньше была лекция, семинар лекций, семинар лекций. А если вы разберетесь, скорее всего, интерактивные методы, вы имеете в виду компьютерные программы? Возможно. Но, так, если это компьютерные программы игры, да, у них есть определенные ограничения, по сравнению с настольными, согласен. Вот. Но, с другой стороны, у них есть и преимущества. Но они тоже, скорее всего, игровые. Другое дело даже, что это, скорее всего, какие-то специализированные программы, ну, там, не знаю, дизайнерские, инженерные, да, и так далее. Ну, то есть, кто чем занимается. Они не в виде игры сделаны, да, тогда это... Скорее всего, это не... То есть, ну, как бы, я, общаясь с педагогами, я вообще, ну, в школьном образовании, там, на уровне, там, Кравыча, Григорова, это точно, это абсолютно никак не последует. Ну, вот... Ну, нет, ну, с другой стороны, конечно же, и образовательные учреждения возглавляют продвинутые люди, они тоже не глупые люди, и они понимают. Но понимают, пока вот на уровне металла, на уровне человечества, а не на уровне, какого-то системы. К сожалению. Но мы не будем надеяться. Я говорю, что у меня в этом смысле надежда на то, что там начнут. Угу. А наши, через 10 и через 10 говорят, ай, ну, надо же... Где же мы привезли? Нам, нам нельзя ждать. Нам надо сами начинать. А на самом деле, я думаю, что еще неизвестно, что актуально на технологии. Врубай уже. Да, уже.